не думаешь у тебя печень или или легкие скажут спасибо чувак вчера кстати парень такой заходил который все знает а да кстати он приравнивает себя к славе а все остальные ничего не соображает зачем вы зашли на мой стрим нет он бурак ягод хочу высказать хочу поговорить я все знаю я переосмыслил это а потом говорит а вам если не нужно зачем вы здесь находитесь типа мы к нему пришли в гости да нет это на самом деле был не наркоман это был он реально такой он всегда на позитиве он уже заходил до этого сюда на концерт фм он действительно какой-то такой невменяшка эмоции не умеет контролировать человек то похоже больше на псих больного на этой карте орбитальные лазеры это жизнь для контроля разума центр изучения странностей изучение странности обалдеть и смотрите и у него на карте справа то есть четко то есть какие-то чертежи просчеты куда хариз радиус 47 заметьте от него еще электрические импульсы какие-то как фракталы отходят как будто аура такая я не вижу я тоже как вот эти вот полу раз закруглишки красные как молнии день нет где ты смотришь а вы перелистнули я другую фотографию просто меня не показывает скайпе я просто перебежал все я понял ты в будущем смотришь прошлом не очень задержка но центр изучения странности вот да тут очень интересный подход то есть обратите внимание в первую очередь то есть самая сложная часть устройства на голове а все остальное то есть тело это уже вторично уже как бы ученые или кто он там вводит все форму но вот кто-то там скидывает любит скидывать фотографии книги обложки книги двадцать девятого года 1929 изучение учеными за счет стран это я это же я прикалываю ну что-то может в этом есть у них а почему бы не ну а почему бы и надо целась сжигатель душ уникальный магический гаджет если оппонент уничтожает одну из ваших групп вы можете взять две карты планов зио колоды или раскрыть все его скрытые планы заставить его сбросить план по вашему выбору ну как это будет так не понял ну уже сжигатель душ это как бы существует это когда человеческую личность просто биороботом его делаете он почти без души человек просто чем мы сказали то он и делает то есть грубо говоря потом за счет этого сможет контролировать оппонент ладно галлюцинация вы контролируете могущественного телепата к сожалению она полностью безумно но она может один раз в ход проецировать свое безумие в разум любой дичь ну скорее всего это используется как противодействие оператору а конфиденциальная связь вы поняли как все такое какое-то какие-то микрочипы супер-пупер сзади на фоне ну это похоже кстати ночь а в предыдущий что предыдущий где он в скафандре желтом на голове сидел так да вот это на доске вот здесь написано дельта равно р-47 это формула это болезнь психологическая когда тебе все все я смотрела да и сразу прям выходит короче нас зомбирует чтобы нам было все пофигу наверное спасибо что допомнили но это защита от хакеров то есть тоже нужная штука для корпорации опять же мы будем учитывать что это для компании перу ангела так эта вещь должна быть присоединена к миролюбивой группе любая провалившаяся атака на получение контроля сделано этой группой или атака любого типа против любой миролюбивой группы под вашим контролем требует повторного броска кубиков засчитывается второй бросок уникальный магический артефакт опять обратим у меня захотелось поиграть в эту игру но он и долго что займет времени так уничтожьте мироволюбивую группу и контролирующие группы насилия в любой следующей комбинации рука безумия вот смотрите тут очень интересно тут у них получается если они уничтожают две группы то есть немного то получается у них у них контроль остается большой если они уничтожат еще больше то контроль у них уменьшается то есть получается если сильно сильно начнут подавлять миролюбивые группы то у них получится хаос среди социума вот и все вот вам и таблица которую как бы выводят было понятно чтобы некоторые люди не перестарались своих действий а по какой схеме все войны проходят да 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 то есть главное не перестараться стараются как бы вот по 44 чтобы оставалось и некоторых потом медиа подключается шума белая пушистая но вот общая как бы таблица такая легкая легенькая там конечно все посложнее но это суть понятна молот тора ухты мужики но за полу тоже торопрест его действие может быть использовано для увеличения власти любой группы правительства или насилия на 2 для атаки или для защиты против атаки на уничтожение так но это может какой-то оружие может быть рогами и с этой фигней 33 штуки на лбу у него рога и кстати как это нарисовали это художественные рога приписали чтобы интереснее не выглядели у них говорит не было так единицы что ли носили но не все как показывают не но мы сейчас разбираем эту карту но скорее всего молот тора это да это какой-то вот скорее все есть такой артефакт но это вот как карты некоторые рассматривают некоторые авторы очень интересно не будем заглядывать подлец подрывник подлецами это курск наш да очень похоже на построению давать морская форма не поймешь то есть то ли на на лбу по моему арабские какие-то вообще символики по арабски там ничего нет турецкие какие-то войска и орел размытый на 1 месяц какой но полумесяц замечается то есть и плюс ракеты идут с подводной лодки не тут тут очень такая интересная интерпретация вы подсказка получается у вас есть если вы контролируете подводную лодку и если вам нужно запугнуть страну выпускайте реальных ракет и но потом вы как даете команду и потом же их уничтожать но при этом для всего мира чтобы остались белые пушистые вы назначаете какого-то ну какое должностное лицо в данном случае капитан корабля виноват негодяй а вы остаетесь пушистые хотя вы отдали команду на пуск эти фракет ты его проплатил короче нет он на зарплате это они так выражаются то есть американцев принято что если у нас служить это служить родине ну и как-то еще подсознательно осталось то у них военный любой он на зарплате у них это сейчас вводят и в снг то есть странах уже давным-давно контракт но у нас еще осталось а у них именно вот вкладывается что он на зарплате и он дает команду на пуск но чтобы остаться белым пушистым этого человека потом выставляет козлом отпущения ну ладно то есть тоже интересный вариант книга кельтов гримуар что это такое у нас это могущество гримуар увеличивает обычную глобальную власть владеющего иллюмината на 1 или если связано с магической группой то дает этой группе дополнительные жетоны действия каждый ход но там тайные знания какие-то прописаны явно да 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 сейчас я дочитаю просто в стриме не всем видно группа может не атаковать на уничтожение и на любом ходу она получит дополнительный жетон ну как бы тут похоже на артефакт больше да и кстати этих видишь тут не видно скорее всего четыре солнца по четырем углам это четыре вот этих как раз таки викинга и ганта ты хотела до титана потом треугольник в виде циркуля этого опять же масонского буковка в под книгой и на ней наши славянские руны но тут очень интересный момент почему тогда вот одно из них остается кстати интересный взгляд вот смотрите одна из них вот как будто дверь открыта вот эти по факту есть а вот здесь уже открыта дверь книга кельта то есть тоже очень интересная информация и витки в виде человечка такого запутанного плетения может быть похоже на человека да да чуть-чуть есть но опять у нас значок этот непонятный вас на ножках но давайте вы еще понимать динамику то есть интересно на каких они появляются с этой картах мы тогда поймем логику примерную смысл а сам смысл этого символа хоть примерно так райская долина очень похожая восточная страна пакистана в этом духе павлын малын так это место существует на самом деле или только виртуальной реальности вопрос никто не знаю за надо это исключительно место отпуска где все желания исполняется один из ваших слух однажды посетив за надо будет верен вам навсегда просто за шанс вернуться сюда если выиграна карта дублирующий одну из ваших групп она не получает бонуса к попытке контролировать или уничтожить вашу группу то есть есть такое место то есть в виртуальной реальности можно как бы компьютер ну как присадить на компьютерную игру как вот наркотик либо есть такое место как рай вот грубо говоря туда человек отправляет ли как есть в некоторых легендах волхала у кого у мусульман там другое место куда попадают воины и вот вам пожалуйста идея само место посетить его или там жить вечно если вы ему пообещаете вот вам верный слуга даже после ну то есть до самой смерти до фанатизма очень кстати хороший подход здесь нарисован опять же здесь и треугольник и вот этот слуга который не в центре его не обсуждал просто здесь присутствует он видно что ты как бы подглядывает из-за крыши калибри бабочки да все отлично так ну ладно снежный человек обладает властью отталкивать любую медиагруппу показавшись на публике использует свое действие big group может отменить любое действие предпринято любой медиагруппой big group также дает вам трик любой попытки контролировать группу зеленых big foot большая ну да 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 то опять же это на американском сленге big foot это большой человек здоровань как он и заряд здоровяк знаешь дядя степа у них big foot не отвлекает от чего-то пока что-то там происходит с другой стороны но опять же это как элвис прессе вот воспринимать это также вот уникальная карточка элвис это такое да ну то то есть мы смотрим сейчас карты на фиолетовом фоне они имеют большую силу вот и все на это просто учитель ну одно дело элвис прессе это не все большее количество конечно возьмет вот эта карта ладно дальше раскрученный бренд очень хороший пустите от пирожные так уничтожили бера уничтожьте либеральной группы и возьмите под контроль консервативный в любых комбинациях то есть грубо говоря если вы поддерживаете консервативных то у вас меньше либеральных а если вы по равным то ни туда ни сюда вот такое обычно либералы и консерватор и начинается замес в этом и наблюдаем практически каждый месяц ничего интересного то целью брата это вот у нас карточка это сейчас легла на нашей стране так уничтожить две другие группы элементатов чтобы уничтожить элемента вы должны убрать его последнюю марионетку вы можете сделать это самостоятельно или вы можете помочь кому-то еще сделать это любая помощь считается добавление власти к атаке или использование карты планов специальной способности эта цель не может комбинироваться с другими целями никаким образом опять же значок вот у нас это всплывает лягушачий бок и дал одновременно пугающий и нелепый и никто не знает почему хозяин держит их вокруг вы можете вмешиваться в привилегионную атаку на любой стороне никто из других игроков не может вмешиваться до тех пор пока не используют другие специальные карты вмешательство это действие для каждой группы которая вмешивается использование этой карты это действие для лягушачьего бога не знаю такое впечатление как праздник этого нептуна обрисовали да похоже на все веры викинга поклоняются дощечки ну туда непонятный бог ну тут больше как бы образно имеется ввиду что если используются идолы вот такие вот больше бояться и отвращение в то же время вот именно власть это хоть и чужеродный но тем не менее люди будут подносить тут как бы используется для перемешки планов у них я так толком до конца не понял интересно ладно может не летающая тарелка о это транспортное средство было найдено спрятанным на кукурузном поле обратите внимание транспортное средство и спокойно это описывается в айдахе она заберет несколько человек в любой точке мира скрытно в течение часа связано с личностью летающая тарелка дает ему плюс 10 любой атаке на уничтожение или заказного убийства она захвачена или уничтожена если это произошло с личностью оставлено не соединенной как собственность иллюмината летающая тарелка позволит вам делать одно автоматическое взятое взятие под контроль каждый ход она используется только как ресурс если используете эту собственность взамен должны сбросить верхнюю карту плана сверху колоды ладно ну то есть смотрите интересный момент тут проскакивает что человек который обладает этой технологией и соответственно имеет средством перемещения имеет свойство быть незаметным и быстро перемещаться просто воздушном пространстве интересно и опять же уникальный уникальное устройство не но это и есть такое есть у них не ну я думаю что вот золото золото из морской воды мельница мидаса 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 золото чтобы заправить планы перемената мидаса знаете что легенду про царя мидаса нет был царь мидас любил все золото и получается ему так хотелось все золотое что он попросил там богов чтобы они ему дали возможность до чего не дотронется все золото превращалось так и получалось очень долго пока он не дотронулся сам до себя стал золотым был такой царь мидас легенда но третий а вот она этот аппарат стоит под водой может они вот это вот там что роют ну ковач в океанах вот тогда и делать золото там все что угодно ресурсы полезные для них ископаемые для них это золото конечно вот эти хорошая карта ковачий дальше о лох несколько чудовища я его видел он был тут звоните в газеты так и далее используется действие месси вы можете отменить действие любого прибрежного места или добавить плюс четыре любой попытки уничтожить прибрежье или добавить плюс четыре классе катастрофы нацелены на такое место ну то есть опять же это средства информационного воздействия в этой карте то явно говорится чтобы не было желания либо чтобы нарушить торговлю либо чтобы не было желания здесь атаковать что здесь есть какое-то чудовище которое будут бояться люди инстинктивно ну и все как бы карты ничего особенного наемники как известно очень много есть корпораций которые пользуются услугами данных людей этот маленький элитный корпус специализируется на сокрытии мокрых дел и вещах которые взрываются могут действовать один раз вход давая плюс четыре к любой попытки уничтожить или плюс один к любой попытки взять под контроль но как видите группы больше здесь даже самими цифрами говорят то что в жизни так она так и есть что наемники больше назначены для уничтожения они контроля какого-то скажем так место для захвата они больше уничтожают так дальше александрийская библиотека конечно они сожгли здания но книги были уже вывезены вполне может быть это величайшая хранилище всех знаний и она сохранилась и расширялась глубочайшей секретности более тысячи лет дает плюс пять к любой попытке контролировать любую науку магию или компьютерную группу но очень похоже на ватикан хоть и у человека египетские скажем так египетское одеяние вот жреческое и книги у него в старой оплетке сзади мусульманский значок очень похож но тем не менее написано же что но книги были уже вывезены вот александрийские библиотеки все вывезли в ватикан ну опять же видите имейте доступ к старым знаниям и соответственно от них разрабатывать любую технологию пожалуйста посмотрим может дальше будет карточка ватикан против стены кстати уничтожите группу правительства и возьмите под контроль группу насилия в любых следующих комбинациях ну тут очень интересный момент если обратите внимание здесь на рисунке нарисован на табличка радиационного знака на стене следы от скажем так тени это скорее тень от человека от трупа после ядерного взрыва это очень часто любят показывать в хиросиме нагасаки такие следы вот и некоторые даже стены вырезаны и перенесены показательные залы от человека ничего не остается во время световой вспышки остается только вот эта тень вот тут похоже что мама и ребенок или там мужчина и ребенок на стене но опять же если вы уничтожите правительство то группы насилия скажем так преступность мафия то есть становится более активной если вы чем меньше вы повлияете чем меньше вы уничтожите инфраструктуру правительства тем слабее группа насилия ну и вы соответственно и контролировать можете а если правительство вы уничтожите но вы не сможете контролировать мафиозную группу то есть ну понятно чем хуже чем больше сделано разрушений тем меньше возможности контролировать социум тут как бы все логично но опять они все это выводят выводят таблицы дальше цель власть народу уничтожьте консервативные группы и возьмите под контроль либеральные группы в любых следующих комбинациях ну если кто помнит историю смену царской власти на коммунистическую и вот вам то же самое либералы по сути это коммунистическая партия консерваторы это царская семья вот и чем больше вы уничтожите представителей консервативной группы тем меньше вы сможете контролировать либеральную группу потому что там будет меньше людей которые в курсе всех ваших планов так дальше мозг гитлера о боже страшно нет он не совсем живой но он не мертв и мы можем чувствовать его мечты был ли он сам иллюминатом вы не выяснили этого но злой мозг составляет планы закручивая души вокруг ну больше такая какая-то саркастическая карта как по мне дальше хрустальный череп древний южноамериканский артефакт созданный по технологии которые сегодня никто не может настроить который раз когда вы берете карту плана вы можете поставить верхние три карты в вашей колоде и выбрать одну по желанию другие две вы можете положить обратно наверх либо под низ колоды прежде чем вам понадобится ваша следующая карта ну хрустальный череп очень похож на легенду вот он диана джонс снимал свой последний свой фильм ну это действительно существует во первых данном случае мы видим череп нечеловеческий это в данном случае назовем в кавычках инопланетянин то есть это технологии из соседних ячеек то есть черепов немало таких на самом деле но глазные яблоки которые там показаны это не человеческие глазные это яблоки и челюсть тоже нечеловеческая а помните фильмы диана джонса где там несколько этих хрустальных черепов надо было на место один поставить чтобы связь с этими инопланетянин в кавычках начать связь так как уже несколько найдено по всей планете яблоки ну вот там 9 точно около 9 было сейчас пойду спорять индиана джонс так ну последний ты что не путаешь я не смотрел как раз так цель сокращение популяции слишком много людей создает слишком много проблем и любви на всех не хватает автор генезис данных строк ну да кстати очень интересное наблюдение если очень большая популяция то меньше возможности контролировать сложнее скажем так контролировать такое количество людей заметь да заметь химтрейлы над этим самым над мегаполисом в виде черепа да да очень похоже ну я не могу сказать что это химтрейлы ну да ну я просто сказал что смоук от заводов но это же не облака тут чуть другое тут может проскочить сейчас читаю описание так однако вы можете уничтожить пять громадных мест это имеется ввиду города не прибегая к третьей мировой войне и только на этом основании объявить по своей победе ну да смотрите тут уже не надо боевые действия а либо распылить что-то либо скажем так сделать катастрофические условия в городе нарушить коммуникации пожалуйста очень много в городе вымрет даже создать панику какой будет сумасшедший результат на таких узких улицах а нахи ну это уже теория катастроф хорошо ладно идемте дальше там цель убийства за мир но кстати тоже интересный момент полицейского избивают вот сам подход мы миролюбивые люди и при этом применять насилие ну не вкладывается никакую логику но filled them м и в Субтитры создавал DimaTorzok